Ну, доброе время и суток, дорогие зрители. Не обращайте внимания, я только что проснулся. Собственно говоря, поиграв первые два эпизода в Alien Isolation, о котором речь и пойдет сейчас, я начал думать, как это лучше все сделать, как лучше в него играть. Потому что то, что я увидел в этих двух эпизодах и немножко дальше, плюс замечательный газетный коммент от одного из комрадов, уж извините, забыл от кого, серьезно намекает на то, что игра очень сильно местами походит на System Shock 2. Что усложняет генерацию более-менее качественного контента по игре, ввиду того, что когда я проходил System Shock 2, я игру, в общем-то, до этого проходил вдоль и поперек N раз, хоть и давно. Поэтому большую часть, ну, не большую часть, ну, часть того, что надо было сделать, помнил. Ну, и плюс механический чистый навык стрельбы и драка и всего прочего у меня как бы остался с тех времен. Поэтому эпизоды удавалось достаточно концентрированной длительности выдавать. То есть не такие, не сильно большие они получались. Поскольку про Alien Isolation я знаю фактически ровным счетом ничего, то у меня есть смутные подозрения по поводу того, что эпизоды могут выходить минут по 50, и при этом в них будет не самый лучший комментарий, просто потому что комментировать чаще всего тупо нечего. ввиду того, что, например, я просто изучаю локацию какую-то, в которой нет ничего и никого, кроме лута в энных количествах. Да, то есть... Меня это несколько смущает. Я не хочу такой контент выдавать. Поэтому у меня появилась, родилась следующая идея. Поскольку... Короче говоря, перенести прохождение игры в стрим. Именно на Twitch. Через свой аккаунт. Я сейчас достаточно экстенсивно все это тестировал. Оно работает более-менее нормально. Вроде как... Ну, притормаживает чутка, да. То есть мне не совсем комфортно, конечно, будет играть в таком режиме. Ну, это потому что мой компьютер уже давно нуждается в апгрейде, очевидно. На что-нибудь поприличнее. Типа i7 какой-нибудь. Восьмиядерный или что-нибудь такое. Да и видюху не мешало бы поменять. Ну, все в таком ключе. Короче, ну и суть важна. Главное, что у меня немножко притормаживает. Но играть, в принципе, можно. Качество самого видео тоже более-менее. Ну, то есть там зависит от качества вашего интернета. Тупо. Сможете ли вы смотреть это все немедленно. То есть вживую. В нормальном качестве, да, так скажем. Потому что я в стриме собираюсь в Full HD тоже, естественно. Ну, потому что я не вижу смысла стримить в чем-то меньше, чем в Full HD. То есть 720p, да. Просто потому что если стримить в меньшем разрешении и так далее, получится полная херня. Получится много квадратов. Это никому не интересно. И это неприятно глазу. Банально. Ну, хотя, по крайней мере, лично мне. Ну, а следовательно, скорее всего, и всем вам. Такие дела. Вот. К счастью, к счастью, это все то, что я настримлю потом. Можно экспортировать на YouTube. Поэтому на YouTube это все равно я выложу. Пока не знаю, какими кусками. Может быть, порежу там поменьше, помельче кусками. Да, то есть я их буду выкладывать, как карта ляжет. Но с этим мы еще определимся в дальнейшем. Обо что мне нужен будет ваш фидбэк. По факту посмотрим. Может, по полчаса кусками буду выкладывать. Может быть, по часу даже. Хотя я и не хочу. Наверное, скорее всего, по полчаса. И все это будет выложено параллельно всем остальным играм, в которые я играю. То есть вне расписания, скажем так. По крайней мере, такой у меня план. Собственно, что мне требуется от вас в данной ситуации? От комьюнити, так сказать. Если вдруг это хоть кому-то будет интересно, конечно. Но по факту мне нужно знать следующее. На текущий момент, на момент записи этого, назовем это, влога, сейчас у меня суббота, 11 число. На этой неделе я буду стримить Alien Isolation по московскому времени в субботу и в воскресенье с 7 до, как карта ляжет, 10, 11, 12. Как пойдет, да? И потом постепенно в течение недели буду это все выкладывать на YouTube. Но я пока не уверен, смогу ли я как-то этот стрим более-менее стандартизировать относительно расписания. То есть, допустим, стримить не на выходных, а, скажем, по будням, там, ну, условно, там, понедельник, среду, четверг. Пятница у меня занята по-любому, поэтому пятница выпадает. Допустим, понедельник, среду, четверг, там, скажем, с тех же 7 или с 8 вечера, да, по Москве. Что-нибудь такое. Поэтому, собственно, ставьте мне, пожалуйста, свой фидбэк на эту тему. То есть, какие, если вы хотите это все смотреть, допустим, гипотетически, какие дни вас бы больше порадовали. Если вас, допустим, устраивает строго 2 дня в неделю, да, то есть, вот, допустим, выходные, те же, субботы и воскресенья, то прекрасно, пускай оно так и будет. Это несколько освобождает меня с точки зрения времени и так далее. Да, то есть, на выходных мне этим, конечно, гораздо проще заниматься, потому что вся неделя у меня занята, в принципе, производством видосов в стандартном расписании, да. Учитывая, что время это занимает довольно много, то дело такое, то есть, мне придется как-то что-то там, если вдруг вы захотите, чтобы я это все перенес на будние дни, я имду стрим, тогда мне придется просто больше работы, больше времени вкладывать во все это. То есть, и тогда придется записывать, допустим, по 3 там видоса наперед, потом их рендерить там в какой-то день специальный и так далее. Ну, короче, это все не важно по факту, да. То есть, если захотите, да, то есть, и вас, опять же, там устроят, скажем, понедельник, там, вторник или там понедельник всегда четверг, или понедельник всегда четверг, суббота. То есть, все это, в принципе, реализуемо. Вот. Так что, главным образом, скажите, как лично вам будет удобней, если вы вдруг имеете желание на это все смотреть. Если никто не будет, ну, никто не захочет смотреть это, ну, как бы, live, да, то есть, со стрима, то, в принципе, ничего страшного. Повторюсь, опять же, на YouTube я все равно выложу потом. Но понятное дело, что, опять же, качество комментария будет несколько другое. Тупо ниже, чем в обычных видосе как-то. И снова, потому что большую часть времени мне просто не о чем будет говорить, да. Поэтому я, собственно, это все и затеваю. Что если делать, то есть, ну, по двум аспектам, да, то есть, если делать все это в стандартном режиме, да, то есть, даже на них в двум, три проблемы есть у этого всего. Если делать это в стандартном режиме, а-ля по расписанию, там, видос через два и так далее и тому подобное, во-первых, мне придется при монтаже очень много вырезать, очень много вырезать, потому что там много беготни, которые ведет ни к чему, да, то есть, я просто бегаю по пустым коридорам и осматриваю ящики, что не очень весело. Во-вторых, рандомность игры самой, я вот когда тестировал в этом, в том помещении, где я был, внезапно из воздуха мы материализовались дважды два отряда людей с оружием, которые меня убивали, да, или пытались убить. То есть, если в игре начинает из воздуха материализоваться враги, то никогда не знаешь, что может произойти дальше, что ведет к, соответственно, большому количеству загрузок, загрузок, ввиду большого количества смертей, потому что стелс тут такой весьма спреобразный, теней ни хрена нету, везде светло, и как бы, как от этого всего прятаться, и как с ними бороться без револьвера с глушителем, я вообще не знаю, например, пока что. Но потом, конечно, узнаем. Вот, то есть, вот это, собственно, три проблемы. Вот первая, это большое количество времени, которое приходится провести в банальной беготне от ящика к ящику. Вторая, рандомность появления врагов. Я так понимаю, что с какого-то момента начнут появляться не только людишки, но еще и чужие. А как с ними бороться, пока что вообще не ясно. Вот. Третья проблема, то, что... Если не перенести все это таким образом в стрим, и потом на YouTube вне расписания, страдают остальные игры, чего я тоже не очень хочу. То есть, как бы, того же ридика я хочу все-таки закончить. Не когда-то там, а желательно сейчас, потому что потом мне будет еще чем заняться. Тех же Brothers, да, надо проходить. Тот же Dark Souls. Простаивает, по сути дела. Так что, такие дела. Поэтому оставляйте ваш фидбэк. Сегодня я еще перед стримом успеваю выложить... Brothers, да, я сегодня запишу, наверное. Такие дела. Вот. То есть, план, план, план. У меня пока что такой. То есть, стримить субботу-воскресенье. Кстати говоря, просто иначе я в игру буду исчезающе мало играть сам, и пройду ее не пойми когда, если так не сделать. Такое мое мнение, по крайней мере. Ну, в общем, да. Главным образом, скажите мне, будете ли вы вообще смотреть это в стриме, и если да, то в какие дни вы хотите, чтобы я стримил? И в какое время? Ну, а понятное дело, что на буднях я ограничен своим рабочим днем, да, поэтому там просто вечером придется стримить и без всяких вариантов. То есть, по Москве, опять же, начиная с 6-7. На выходных я могу делать, конечно, это все пораньше. Но пока, повторюсь, план такой. То есть, суббота-воскресенье, с 7 вечера по Москве, и как карта ляжет дальше. Так что, на сегодня еще не все, но с этим видео, я думаю, хватит информации, политоты, так сказать. Поэтому главное, оставляйте ваш фидбэк в нашей книге для жалоб и предложений. Ну и до новых встреч в эфире. Горясь, Данил.